Приветствую вас! Вы знаете, ну, для начала я хотел бы поддержать коллегу своего, да, вот, и, собственно, сказать, что вот всё, что коллега выразил, всё это действительно так, действительно так, вот, если для вас это имеет, конечно, какое-то значение, всё это действительно верно и правильно, вот. Давайте мы с вами разберём ваш текст, несколько более подробно, он небольшой. Моя мама не хочет присматривать за моим ребёнком. Знаете, как ни парадоксально, но в вашем тексте, в вашем тексте, в вашем вопросе содержится ответ на него же, на самом деле. Вот. Потому что, потому что, это ваш ребёнок, не мама. То есть, вы сами сказали, что ребёнок ваш. Мама здесь ни при чём. Почему мама должна присматривать за вашим ребёнком, если ребёнок ваш. Вот. То есть, у вас какие-то ожидания возникли, да, у вас появились ожидания. Оссидания того, что мама будет присматривать за ребёнком. Вот. Не знаю, может быть, мама обещала вам, или вы решили, что обещала. Но в любом случае, в любом случае, ребёнок ваш, а не её. И присматривать за ребёнком, это ваша обязанность, а не мама. Понимаете? Вот. Если вы считаете, что мама должна, ну, вы можете считать так и дальше, только вам это ничего не даст. Потому что мама человек бросил, если она не хочет что-то делать, да, она не будет этого делать. Вот. А вы, по сути, останетесь ничем, да, только разозлённые, расстроенные и так далее. Вот. По итогу, в этой ситуации, больше всего, страдает именно ребёнок, а не вы, по итогу, в этой ситуации. Знаете, какая история. И мне кажется, что это неприемлемо, на самом деле, потому что дети, да, они, мне кажется, не должны страдать вообще, вот, ну, не должны страдать дети, от того, что их, грубо говоря, близкие, да, их родные, не могут что-то поделить. Вот. То есть, вы о ребёнке-то вообще, вот, думали? Как бы? Мне почему-то кажется, что, нет, мне почему-то кажется, что именно о ребёнке вы здесь не думаете. Вот. Дальше. Как вам, значит, значит, правильно сказал мой коллега, да, вот, должна быть выгода. То есть, у вашей мамы, у вашей мамы, должна быть реальная выгода для того, чтобы вам помогать. То есть, она не может это делать просто потому, что, ну, вы, например, ей, допустим, так сказали, или вы её попросили, или что-то в этом роде. Вот. То есть, если вам нужна помощь, да, то это вопрос скорее к вам. Почему вам нужна помощь? То есть, вы, получается, родили ребёнка, и вы не можете самостоятельно, я имею в виду самостоятельно, в смысле, что своими силами, да, не можете за ним ухаживать. Вот. Я не думаю, что это то, за что ваша мама должна, грубо говоря, ну, расплачиваться, или это то, что, это то, в чём ваша мама должна вам помогать, и так далее. Вот. То есть, вам нужно здесь свернуть на себя личную ответственность за себя и за своего ребёнка, который, между прочим, да, зависит от вас. То есть, ребёнок зависит от вас, ребёнок не зависит от вашей мамы. Вполне возможно, вполне возможно, что у вас есть, в том числе, да, и свои какие-то ещё желания и потребности, о которых вы здесь не пишите. Вот. И вам нужно, нужно отделить их, вот эти потребности вам нужно отделить, от того, что должна делать ваша мама, опять же. Вот. Может быть, может быть, ваша мама, да, ну, может быть, она не достаточно близка к ребёнку. Вот. Может быть, такая история? Вполне. Так. Говорить, что она должна викарь делать, что лучше для неё присмотром за ребёнком, это ведь тоже, что лучше для неё просмотром за ребёнком, это ведь тоже хорошо. Я не очень, если честно, понимаю, понял, что такое викарь, да, то есть, может быть, зато что-то такое, ну, как бы, национальное, да, у вас, выявите, пожалуйста, я не понял, что такое викарь. Вот. Но я думаю, что если мама считает, что лучше делать для неё это, если она будет это делать, если она ещё не будет с собой жертвовать, то всем, мне кажется, всем абсолютно по итогу, вот именно по итогу, всем будет хорошо. Потому что, как бы, ну, если бы она это делала, допустим, через силу, да, то мне кажется, что ребёнок, опять же, он, ну, он бы почувствовал это, почувствовал, почувствовал, что это делается через силу, и ничего бы хорошего в этом не было. А дальше, 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 очень важно понять, в том числе, да, вот, в чём ваш вопрос, то есть, заметьте, вы не задали вопрос нам, а это очень важно, чего вы хотите, да, собственно. Что вам нужно-то, собственно говоря, от нас, от психологов? Чем, по вашему мнению, психолог здесь может помочь? Направить маму, ну, допустим, чтобы она вам помогала, помочь вам, ну, с вашими желаниями, там, может быть, это? С чего вы хотите от психолога? Может быть, посмотреть, почему у вас из помощи есть только мама? То есть, а где, например, отец ребёнка? Да, то есть, где папа? Может быть, у вас не получается выстраивать отношения с мужчинами? И вы, ну, и вам нужна в этом помощь? Если что, мы можем помочь и в этом. Но вы определитесь ещё раз тем, чего вы хотите от нас, как от психологов. Вот. Потому что на данный момент допрос непонятный. Вот. Понимаете? Мне думается, что так примерно вам можно ответить на ваш текст, даже не вопрос, да, а именно текст, потому что вопросов в нём не было. Вот. Значит, подумайте, подумайте, чего бы вы хотели, подумайте, что бы мы могли для вас сделать, подумайте об этом, пожалуйста. Вот. И после того, как решите, да, то есть, после того, как вы увидите, что мы реально можем для вас сделать, после этого обращайтесь за помощью к любому из экспертов, да, либо вы можете сформировать новый текст, где опишите проблему более подробно, более понятно, ну, чтобы мы её поняли адекватно. Вот. И тогда вообще вам нужно будет давать какие-то рекомендации, ну, такие вот более, 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 ну, более превентивно, скажем так. Вот. Потому что сейчас, вот, то, что сейчас, да, это, к сожалению, этого очень мало, мало. Вот. Ну, очевидно, что у вас где-то есть проблемы, очевидно, что есть проблемы выстраивания отношений с людьми, потому что, хотя бы, вот, в отношениях с мамой у вас возникает, возникает дисбаланс. Вот. И мне думается, что само по себе проблемой это не является, вот, само по себе проблемой это не является. Ну, то есть это нормально. Но проблема, если вы не хотите с этим ничего делать. Проблема, если вы не желаете это как-то вот корректировать, да, менять и так далее. Вот. В этом случае, если это так, то в этом случае это может быть достаточно серьезная проблема. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.